Хватит о нём говорить, пожалуйста. Нет, Морена, ответь. Ты действительно влюблена в этого типа? Привет, Томас. Пожалуйста, вы можете оставить бедняжку в покое? Субтитры делал DimaTorzok Это ты. Ты всю ночь не давал мне уснуть. Наигрывал на этой старой гармонике. Она не такая уж старая. Не спорь со мной. Скажи, у вас там в Миссионос никогда не спят? Никогда. Извини, Руфина. Просто игра меня успокаивает. Я меньше скучаю. Ладно, а откуда ты его взял? Он лежал здесь. Отличный аккордеон. А знаешь, откуда он? Его принёс на днях один тип. Ему нужны были деньги. Я дал ему несколько песо. Тебе нравится? Да, конечно. С моим не сравнить, но звучит хорошо. Вполне. Послушай, если ты обещаешь не играть, когда я сплю, я тебе его подарю. Ты говоришь серьёзно, Руфина? Руфина никогда не врёт. Он твой. Ты говоришь серьёзно? Гордель, посмотри. Отлично. Скажи мне, когда ты играл, ты вспоминал джунгли или девушку? Почему ты решил, что я думал о Морене? Меня ты можешь обмануть. Но себя не обманешь. Любимый племянник Фаби, я знаю, что скоро умру, но я спокоен, ты не будешь один. Ты можешь верить Мелине. Это самый дорогой мне человек. Она оставалась со мной, несмотря на мою болезнь. Сначала я не хотел никаких отношений. Я был очень болен. Я отказал ей. Но она нашла меня. Она настояла на своём и завоевала меня своей любовью. Это прекрасная женщина. Верь ей. Я тебя очень люблю и знаю, что в нас одна кровь. Это невозможно, невозможно. Мой брат Лусио должен быть похоронен рядом с могилой моего брата Франко. Какое кремирование? Он сам так хотел. Это его последняя воля. Чтобы его прах остался у синьориты Мелины. Это бред несчастного больного, доктор. Ваш брат был болен. Но с головой у него всё было нормально. Он дал мне распоряжение. И я должен их выполнить. Хорошо. Если вам больше нечего сказать, то... Нет, есть ещё одно. Три дня назад Лусио изменил завещание. И мне кажется, что вы должны быть в курсе. Он ничего не говорил. Он сделал это собственноручно. Будучи в полном здравии, и запечатал конверт в моём присутствии. Значит, всё законно? Абсолютно. И какие же там изменения? Этого я не знаю. Он попросил, чтобы я... Открыл конверт на следующий день после кремирования. Это будет письмо для Яго. Ты не сможешь так просто от меня отделаться, Альдо. Привет. Ты? Я пришёл извиниться за вчерашнее. Ничего страшного. Забудь. Я хотел спросить, ты правда собралась замуж за этого типа? Если не хочешь отвечать, пожалуйста. Нет, нет, я тебе отвечу. Я собиралась выйти замуж за Томаса. В Нью-Йорке. Ты его любила? Я... Я любила его так, как никого не любила в жизни. Он не пришёл в церковь. Придурик, я же говорил. Он разбил мне сердце. А сейчас? Ты его любишь? Не знаю. Я растеряна, разочарована. Я не знаю, что со мной. Я могу тебе помочь? Да. Ставь меня одну. Пожалуйста. Хорошо. Сельсо? Сельсо. Он правда хорош? У меня и так мало клиентов. А если я ошибусь, то буду вроде тебя попрошайничать на улице. Знаешь, он не хорош. Честное слово, он не хорош. Он феноменален. Матильда, ты можешь это понять? Гордель наследник Морочо. Ты поняла? Надеюсь, что так. Сюда приходят те, кто по-настоящему любит танго. Да? Да. Тогда скажи, пусть затянут ремни. Когда они услышат Горделя, у них упадут штаны. А ты будь поосторожнее. Гордель не только певец, он мужчина. Артист? Ты знаешь, сколько артистов у меня было? И как они меня любили? Артисты. Упаси меня, Боже. На всякий случай, подушись. О, чудо. Клиент. Ты пришел за реваншем? Нет, я, как всегда. У вас не найдется чего-нибудь поесть. Как всегда. У меня есть предложение. Если ты выиграешь у меня в шахматы, еда за мной. Согласен? Да. Если ты не просишь у меня денег... Денег я не прошу, но если ты проиграешь, ты тоже должен что-то поставить. У меня есть одна вещь. Она мне очень дорога. Да? Да. И что это? Она у меня там. Сейчас схожу, принесу. Странно. Этот сумасшедший вызывает у меня жалость, что ли. Он сумасшедший, но ты не выиграл у него ни одной партии. Дочка, что ты здесь делаешь? Я хотела выпить кофе. Возьми чашку и вернись в зал. Не дай бог, чтобы тебя увидели и подумали, что ты так и осталась служанкой. Папа, пожалуйста. Папа. Мне противно, что ты ведешь себя так, словно тебя что-то связывает с сиреню. Папа, я рада, что не унаследовала у тебя призвание прислуживать. Я вообще тебя не понимаю. Ты единственный отец, который не рад, что его дочери повезло в жизни, что она поднялась выше, что у нее все хорошо. Как же так, папа? Мерседес, я рад, что у тебя есть деньги. Ты можешь делать с ними все, что хочешь, но даже несмотря на это, ты не вписываешься в этот дом, в тот самый дом, где ты когда-то мыла полы. и что бы ты ни делала, эти полы, они остались. Папа, ты склонен драматизировать, как и все слуги. и все слуги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok